Некоторые говорят, это невозможно, мы живем только одну жизнь. Ну как одну жизнь? Вот допустим, даже если говорить об одной жизни, то у нас постоянно идут изменения. Вы много раз уже меняли тело, знаете об этом? Вот в этой жизни вы много раз меняли тело, потому что ваше маленькое тело, оно через 7 лет, маленького ребенка, новое тело, все атомы заменены полностью, за 7 лет организм меняет все элементы тела. Уже новое тело, другое. Но человек в нем один и тот же остается. Даже с этой точки зрения надо понять, что мы не в одном и том же теле живем, оно меняется постоянно. То есть есть психика у человека, а есть грубое тело. И психика человека, она копит события, знания со всех жизней, которые до этого были. И разок Бог показал, вот как бы вкратце, прямо череду жизней, которые я прожил. И я хотел дальше, дальше, дальше. И в какой-то момент я увидел такое, что я вот, я прям почувствовал, это мое тело. Я увидел такое тело удлиненное, длинное такое. И я такой жру чью-то плоть. Причем у меня ощущение, что я не чувствую вкуса сильно. Я чувствую, что мне нравится именно, что это живое. Вот я вкус, что живое, мне нравится. И у меня тело такое неуклюжее такое. Я понял, что тело крокодила. Я был в шоке. Это было много-много-много-много жизней назад. То есть даже организм запомнил это. Иногда я во сне летаю. Лечу, лечу. Так, лечу. Тело птицы. Память осталась. Потому что у птицы самое большое счастье, это от полета от самого она получает. И поэтому она и получает тело птицы для того, чтобы летать. Но я вам сейчас говорю запредельные вещи для сознания человеческого. Вы можете сказать, да только птицы все неживые. Ну как они неживые? Есть признаки жизни. Допустим, если что-то тянется к счастью. Допустим, дерево тянется к солнцу. Если птица тянется к птице. То это признак жизни. Значит, там есть душа. Если есть любовь. Между птицами есть любовь? Есть признак присутствия души. Между собачками есть любовь? Есть. Между рыбками есть? Растение любит солнце. Оно тянется к солнцу. Это тоже любовь. Есть защита у деревьев кора. У животных шерсти, зубы. То есть, если есть оборона, защита человека. Ну, живое существо защищает жизнь свою. Это признак присутствия души. Есть разные признаки. Также возможность размножения. Это признак присутствия души. Само по себе возможность, как бы, формировать сложную структуру, которая называется материальное тело. Даже любое дерево — это колоссальной сложности структура. Это нереально создать человеку. Мы можем только, ну, влиять на гены, да, и таким образом оно будет по-другому расти, но взять и вырастить дерево мы не можем, потому что это душа делает, понимаете? То есть, ну, не может человек выращивать ничего. Как человек говорит, я вырастил урожай. Ты посадил семена, ты, допустим, мог даже механическую поливку сделать, но ты не вырастил урожай, потому что это душа выращивает колоссия пшеницы, понимаете? То есть, мы можем только свое тело выращивать точно так же. Ну, то есть, другими словами, этот мир настолько глубокий и разнообразный, что нам не надо о нем судить. Для простоты люди говорят, в животных нет души. Ну, для простоты, чтобы не париться. Но там есть душа. И даже в микробах есть душа, понимаете? Есть разные формы жизни, и они предназначены для разных целей. Например, люди, если людей всех спросить, для чего вы живете, они говорят, мы живем для счастья. Вы ошибаетесь. Для счастья живут не люди, а животные. Каждое животное живет для счастья, именно для счастья. И счастье получает намного больше, чем человек. И поэтому люди тянутся к животным. Поэтому люди держат кошек в доме для того, чтобы получить вот эту энергию расслабления. Часто люди очень напряжены на работе и не могут расслабиться, отдыхать. Но кошка родилась для того, чтобы испытывать максимальное счастье от расслабления. И поэтому ее тело так устроено, что она вот ее ногу поднять, она держится, не падает. Она настолько расслаблена, что она как бы у нее все тело очень мягкое такое, расслабленное. Понимаете? И человек, ему хочется тоже это, он прижимает кошку к себе поэтому, и наслаждается ее вот этой энергией расслабления. И все люди, которые живут только для счастья, думают, я хочу только счастья, только счастья. Это значит, что возможно, в следующей жизни будет тело животного. Возможно, не точно, а возможно. Потому что можно же поменять свои желания. Понимаете, я вам рассказываю очень сложные вещи для понимания. Вы можете подумать, что я, ну как ребенок себя веду сейчас. Можете так подумать. Но если вы разумные люди, вы начнете думать о закономерностях. Например, когда я ездил в Днепропетровск часто с лекциями, это было где-то 20 лет назад. Я тогда читал там семинар по закону кармы. Ну, примерно та же самая тема. И меня поселили в доме, в частном доме одного человека, который слушал мои лекции. И он, когда послушал этот семинар, он подошел ко мне и говорит, я вам сейчас одну вещь скажу, вы никому не говорите. Потому что, ну, это для меня фантастика. Но я то ли сумасшедший, то ли что, но я реально как бы это вижу. И ничего с этим не могу сделать. Он рассказал, что у него были родители, очень сильно ругались друг с другом, были сильно привязаны к этому дому. И вот они не интересовались самосовершенствованием, просто наслаждались жизнью, ругались друг с другом и так далее. Вместе прожили всю жизнь. Потом один за другом, друг за другом ушли из жизни. Примерно через 8-9 месяцев начали два щенка орать возле дома, скулить постоянно. И он не знал, что с ними делать. Потом, когда он упустил их, он две будки сделал для них, начал жить. Он почувствовал, что они как родные ему. И он их очень любил. Но потом вот щенок, который женского пола, начал кушать то, что отец ел. И он увидел в морде эти черты, похожие на лицо отца. А в мужском щенок теле начал проявлять признаки мамы. Потом, когда они выросли, начали ругаться, гавкаться друг на друга страшно просто. И он видел прямо эти эмоции их родителей своих. И он был в шоке просто от этого всего. Бог ему кое-что показал. Понимаете, можно же угодить в тело собаки. Но вы можете считать меня сумасшедшим и думать, что я вам говорю какие-то глупости. А я вам рассказываю о том, что человеческая форма жизни, даже если вы не верите в то, что я сказал, и вы имеете право в это, не верите, это нормально. Потому что этот мир настолько сложен и многообразен, что очень трудно понять, как он устроен. В любом случае, человеческая форма жизни предназначена не для счастья, она предназначена для самосовершенствования. И человек реально получает счастье в человеческой форме жизни, если он достигает успехов в этой деятельности. То есть он должен разобраться, что он душа, что он вечный, он должен поверить в Бога, научиться молиться, научиться работать над собой, научиться терпеть, научиться прощать, посвятить себя чему-то в жизни очень сильно. И в этом заключает цель человеческой жизни. Ни одно животное не может простить, понимаете, не может поверить в Бога и посвятить себя чему-то в жизни осознанно, а не просто по нужде. Собаки тоже посвящают себя жизни хозяину, а не верят хозяину, просто по нужде. Хозяин меняется, а не в другого верят. Человек это разумное живое существо, и мы должны научиться сначала жить. Мы учимся математике, физике, химии, но надо научиться жить сначала. Надо понять, для чего человеческая форма жизни нужна, иначе ничего не будет в жизни хорошего, потому что если мы не направляем жизнь не туда, куда надо, то все остальные вещи, которые вокруг нас происходят, они происходят неполноценно. То есть веды говорят, что если... Ну, я не как бы не акцентирую вас на ведах, то есть все священные писания так говорят. Если человек, допустим, берет воду из реки, то ему на все хватает, а если он берет из колодцев, там может воды не хватать. Точно так же, если человек знает конечную цель жизни, он получает столько энергии счастья, что ему хватает на все, на все его цели. Некоторые люди говорят, да я не хочу быть монахом, что мне вот эти молитвы. Поймите, речь идет об энергии счастья сейчас, о том, чтобы всем людям не хватает счастья, энергии счастья. То есть и поэтому люди жаждут этого счастья. Но они не знают, что если человек перестал жить для счастья, а начинает жить для того, чтобы служить Богу, людям, природе, то эта энергия счастья сама к ним приходит, потому что так устроена наша жизнь. Вот мы любим природу, не себя, а природу, тогда она нам дает здоровье. Мы любим людей, не себя, а людей, тогда люди нам дают социальную силу. Все виды социальной силы от людей приходят, от того, что мы их любим, а они нам дают эту силу. Чтобы выйти замуж, надо полюбить людей определенным образом. Чтобы иметь сильную работу хорошую, надо любить людей определенным образом. Чтобы в социуме повышаться, надо любить людей определенным образом. И все эти разные виды любви, это разные виды силы человеческой в этом мире. А если у вас не хватает этой силы, то вы не знаете в себе вот эту любовь или возможность. А если человек любит Бога разными способами, побеждает свою судьбу разными способами. То есть судьбу можно побеждать только с помощью Бога. Люди могут помочь и так далее. Так уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Я не хочу вас учить ведической философии. Правда. Мне нравится и христианская, и мусульманская, и иудейская. Я все это изучаю. Мне все нравится. Нет необходимости думать, что и обязательно, что как бы, а если дуб каптуб, как дерево, родишься Баобабом, а если жил свиньей, останешься свиньей. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь на совсем. Не обязательно так думать. Мы сейчас с вами будем говорить просто о нашей жизни и о нашей судьбе и о тех закономерностях, которые нам нужно знать. И так судьба соткана из наших прошлых поступков и желаний. Они формируют все в нашей жизни. Например, если человек сильно хотел любви и гармонии в этой жизни, он рождается в женском теле, а не потому, что там зиготы, им не повезло, они так раз и вот так встали. Понимаете, они встают как надо, эти зиготы, потому что есть тонкое тело, оно влияет на все, что на грубом плане происходит. И на хромосомы, и на ДНК, все не случайно формируется. Понимаете, потому что есть тонкое психическое тело. И это психическое тело, в нем живет судьба человеческая. Поэтому все уже предусмотрено. И древние врачи, они могли диагностировать каналы, эти тонкие психические каналы, как они формируются у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. И они, эти каналы называются шротасы, которые формируют грубое тело. И они могли по пульсу определять, какие шротасы не формируются нормально. И они прогнозировали внутриутробные нарушения развития ребенка. И оказывается, с помощью звука можно влиять на эти каналы. Особенно, когда еще ребенок только развивается. И они с помощью вот таких звуков, молитв, они убирали эти наследственные расстройства у ребенка. Представляете, насколько они были грамотные в нашей жизни. Но у них не было компьютеров там и все прочее. Они это делали с помощью ума. Ум является прибором, очень сильным прибором, способным видеть судьбу человечеству. Судьба действует через глаза. Голос является признаком разума. То есть, звук сам по себе связан с разумом человека. Поэтому нужно выбирать человека по тому, как он общается, а не по глазам. Глаза соединяют две судьбы. То есть, смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. И вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. То есть, смотрю в тебя, как в зеркало. То есть, в глазах находится судьба. Люди соединяются сердцами. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. То есть, мы смотрим, соединяемся глазами с людьми, но связь наступает в сердце. И поэтому мать и беспокоится о ребенке, потому что она связана с ним сердцем и отдает ему свою энергию счастья во время этого беспокойства. А когда она находится в отчаянии, уже чувствует, что что-то не то, значит, у нее кончилась эта энергия счастья. Она ребенку помочь не может. Мы чувствуем судьбу близкого человека и чувствуем свою судьбу. У человека появляет сильное беспокойство в сердце. Вот здесь сердце судьба живет. Он думает, что-то у меня не то в жизни происходит. Мне как-то тяжело стало жить. Поднимите руку, у кого так сейчас происходит. Вы не ошибаетесь. У вас идет у всех тяжелый период судьбы. У всех он разное количество времени будет длиться. Но вы не ошибаетесь. Это правда. Вы чувствуете правду. Человек может чувствовать свою судьбу. Она нарисована не на ладошке гадалки и не в компьютере астролога. Она нарисована в вашем собственном сердце. Вот здесь вот. Научитесь просто ее принимать, чувствовать. Первое правило, чтобы почувствовать свою судьбу, надо ее принять сначала. Если ты не принимаешь, ты не согласен с тем, что происходит, значит, ты ее никогда не поймешь. Некоторые люди меня спрашивают, мне в этой стране жить или уматывать. Примите сначала эту страну, вы тогда поймете, уматывать вам или нет. 20% что надо уезжать, 80% что надо оставаться. Примерно, статистика. Но вы не знаете, в какой процент вы находитесь. Надо принять сначала эту страну, ее судьбу. И когда вы примете, тогда вы поймете свою судьбу. Если вы хотите понять вот этого человека, жить мне с ним или не жить, вы примите сначала его. Это ваша судьба, этот человек. Потому что в этом мире ничего, что мы видим вокруг себя, не бывает случайным. Все связано именно с нашей судьбой и ни с чем другим. И даже вы слушаете мои лекции, тоже не случайно, потому что вы когда-то хотели, я хочу это знать. И вы получаете это знание. Но это уже не называется судьба, это называется милость Бога. То есть Бог всегда ведет человека куда-то в своей жизни. Вам надо разобраться, это правильный путь или нет, когда вы слушаете меня. Но для этого не надо в интернет лезть по ссылке торсунов. Для этого надо спросить свое сердце и своих старших, если они у вас есть. Они вам все расскажут. Сплетни не помогают разобраться. Сейчас много сплетен вокруг. Старшие помогают. Некоторые говорят, я верующий человек, очень сильно верующий человек. Мне мой наставник говорит, не слушать ваши лекции. Как вы считаете, что мне делать? Я говорю, не слушайте, если наставник говорит. У вас есть наставник, зачем вам слушать мои лекции? Вы уже выбрали свой путь жизни. Я помогаю тем, кто еще не выбрал. Итак, судьба живет вот здесь, в сердце. Тут находится судьба человека. Она имеет нити незримые, связывает нас с другими людьми. Она видна через глаза. Например, в правом глазу находится воля человека и его социальная деятельность. Если правый глаз сильный, такой активный, значит человек социально сильный. Я говорю, сильный, активный. Скажете, как это видно, он больше что ли по размерам? Я говорю сейчас не о размерах, я говорю о том, что мы видим в глазах. Понимаете? В глазах мы видим другое. То есть мы не видим ни как бы ресницы, как устроены. Это уже отражается потом. Если, допустим, энергия от человека нравится, сердце нравится, то человек потом обращает и на тело внимание, начинает оценивать его тело. Гляди, веснушки как горят. И откуда она их берет? Ну то есть это потом уже обращается внимание. Но сначала человек видит, чувствует судьбу. Он чувствует судьбу в другом человеке, свою судьбу он чувствует, свою. И он верит, что моя судьба это что-то хорошее. Он верит сначала. И это хорошо. Иначе люди жениться не будут. Если бы они все увидели в своей судьбе, что близкий человек им потом принесет, они бы никогда вместе не жили. Поэтому Бог нас немножко обманывает. Он как бы сначала показывает все самое хорошее, приманивает нас. Говорит, вот твоя судьба, смотри какая она. Он показывает душу человеке сначала. Самое главное он показывает. Душу показывает. И поэтому человек влюбляется. Почему он влюбляется? Потому что он видит душу в близком человеке. Бог показывает все самое главное. Не надо дальше ничему стремиться. Оставь то, что увидел. Учись видеть близкого человека таким, каким тебе показали. И ты увидишь свою судьбу, благословляющую твою жизнь в этом близком человеке. Увидеть, как тебе показали с самого начала. Маленький ребенок видит душу в своих родителях. И он забывает об этом потом. Он очень любит своих родителей в детстве, потому что видит душу. Бог показывает. Но потом мы начинаем видеть недостатки и оскверняемся этим всем. Потому что недостатки эти нам положено видеть. Потому что это наша судьба. А всегда сначала идет милость. Сначала Бог показывает все самое лучшее. А потом Он нам дает возможность научиться видеть все самое лучшее. Через страдания, через вот этот путь. В левом глазу находится личная жизнь человека, его близкие отношения, любовь, нежность. В правом глазу находится воля человека, его способность побеждать, его выносливость, решительность. В левом глазу находится доброта, простота, нежность, красота человека. Когда глаза напряжены, оба глаза, значит, у человека идет тяжелый период в жизни. Напряжены это не означает глаукомы. Это означает, так психика действует, понимаете. Психика напряженная у человека, вы смотрите в глаза, говорит, что с тобой? Он говорит, что-то тяжело стало жить. Так действует судьба. И он начинает искать причину. Он думает, может, меня сглазили, может, не та страна. Может, что-то, ну, говорит, что-то мне тяжело стало жить. Но он никак не может предположить, что так влияет судьба. Он думает, что это что-то ему не повезло, человек думает. И каждый человек так именно думает. Он всегда сваливает на близких людей. Допустим, с близким человеком начались проблемы. Он думает, вот, ну, вот Олег Геннадьевич, понимаете, вот такой вот человек у меня, вот, с ним очень тяжело жить. Это не человек такой, а так действует судьба через него, через этого человека. И когда вы это поймете, вы будете быстрее преодолевать свою судьбу, побеждать. Потому что загадка заключается в том, чтобы отделить свою судьбу от человека. Когда мы сильно к человеку привязываемся и думаем, что он виноват в моей жизни. В этот момент мы не можем побеждать судьбу. Потому что есть три шага до победы над судьбой. Три шага. Первый шаг. Надо перестать обвинять кого бы то ни было в своих проблемах. Зная, просто теоретически зная, что они все олицетворяют мою жизнь. Вот все люди, которые меня окружают. Потому что этот мир очень сложный и он очень гармоничный. Все, что вокруг нас существует, это все наша судьба. Каждый человек. И все это не случайно нам дано, потому что мы так сами себя вели когда-то. Где-то полторы недели назад у меня был вебинар. И одна женщина мне сказала, я очень жестоко меня бросил близкий человек. Я его очень любила. И он просто вот так меня откинул, говорит, я не буду с тобой жить. И пошел. Я так сильно молилась Богу, я плакала. Говорю, Господи, за что ты мне? Я понимаю, что это моя судьба. Я все принимаю, я со всем согласна. Видите, как она начала молиться? Ты покажи мне, покажи мне, за что я это все сейчас терплю. За что? И неожиданно она увидела перед собой такую картину. Сидит девушка в отчаянии в полном. Перед ней. А как будто она не девушка. И она говорит этой девушке, я ухожу от тебя. А та говорит, останься со мной. Она сидит на коленях, плачет, хватает за ноги. И говорит, нет. И уходит. А я этой девушке говорю, вы в прошлой жизни бросили своего близкого человека, будучи мужчиной. Свою женщину. Она страдала намного сильнее, чем вы сейчас страдаете. Намного сильнее. Она фактически потеряла свою жизнь из-за вас. И из-за этого сейчас вы наказаны. И вы, я по-моему, даже ей сказал, в позапрошлой жизни это сделали. И уже вторую жизнь вы за это отвечаете. И она мне говорит, Олег Геннадьевич, я это видела. И она мне писала эту картину. Только она говорит, я когда видела, я не поняла, что я увидела, почему. Но я вот увидела то, что вы сказали. Я увидела эту женщину. И так далее. Видите, это все есть. Но у нас нет знания. Вы скажете, а что это за несправедливость такая? Почему я не знаю, за что страдаю? Что Бог так сделал, так несправедливо все? А поймите, что знание о своем прошлом и о своих ошибках является признаком просветленной и развитой личности. А к этому надо еще прийти. Слава Богу, что родились в человеческой форме жизни. Это уже хорошо для начала. Надо все просто понимать, как устроен этот мир. Что вот мы родились людьми и можем узнать все глубже. Это супер уже для начала. Но человек, понимаете, он не слишком развит для того, чтобы все знать. Он только начинает развиваться. В ведах описано пять стадий развития живого существа в теле. Первая стадия, здесь имеется в виду сознание, стадии, связанные с сознанием. Первая стадия по отношению к сознанию. Сознание — это энергия души. Мы души все, у нас есть энергия. Сознание. И вот это сознание, оно может быть покрыто невежеством в разной степени. И описывается в ведах, что когда сознание сильно покрыто невежеством, то душа не понимает себя и не помнит. Ее жизнь называется сон без сновидений. Она как будто спит всю жизнь вечным сном. Как царевна, да? Спит царевна вечным сном. Она живая вроде бы, но при этом она спит. Ничего не понимает. И у людей даже есть литургический сон, да? То есть жизнь, он живет, но при этом ничего не помнит, не понимает. То есть у нас заложена эта опция. И тоже другая опция, тоже заложена. Люди перестают как люди себя вести, ведут себя как животные. Но сейчас мы не об этом. Итак, это форма жизни в теле дерева. Ну то есть живое существо, душа живет в теле дерева. Что это за жизнь такая? Оно спит, отдыхает, оно хотело выспаться. Не хотел, надоело уже все. Хочется просто счастья и все. Не хочется упахиваться. Хочется просто счастья и все. Хорошо тело дерева. Есть такая опция, можно вот только счастье испытывать. Много-много лет. Вы говорите, мне счастья не надо на пять лет. Мне надо тысячу лет счастья. Хорошо тело дерева. Тысячу лет растет. Без проблем. И только счастье, больше ничего. И дерево, оно тянется к счастью, оно растет. И оно засыпает все сильнее и сильнее. Когда веточки обрезают, оно так, что такое? Вот. И растет лучше. Поэтому дерево обрезают веточки, чтобы оно немножко стрепенулось. И оно, если это дерево доброе, то тогда оно кормит всех хорошими плодами. А если злое, тогда ядовитые плоды у него. Это характер дерева такой. Вот. Разный характер у деревьев бывает. Добрые деревья, они копят хорошую судьбу. И потом развиваются. И так далее. Есть следующая форма жизни. Это сон со сновидениями. Это уже животная форма жизни. И она развивается. То есть, Дарвин говорит, что это сначала возникла бактерия, потом какой-то там произошел мутация какая-то. И бац, она превратилась в черепаху уже. Ну потихоньку, как бы. И не то, что так сразу. Ну как бы из-за мутации. Но потом ученые, понимали, начали делать мутации, и ничего хорошего из этого не получилось. Они хотели создать естественный отбор. И они делали эти мутации. И все мутации, оказывается, ведут к деградации, а не к развитию. И они ни одной мутации не смогли сделать, чтобы живое существо обрело что-то лучшее, а не худшее. Понимаете? Ну и объяснили, что над миллиарды лет, вот из миллиарды лет мутации все-таки выбирают что-то лучшее. Ну как бы я не против этих всех теорий. Я просто вам рассказываю то, что я узнал от старших. И то, что я сам научился видеть, понимать. В какой-то степени. Итак, вот смотрите. Мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. У них вообще почти нет сознания. То есть они еще спят почти как растение. Поэтому эта форма жизни, она очень сильно похожа на растительную. Потом дальше рыба идет, да. То есть рыба, у нее есть только страх в глазах и наслаждение. И больше ничего нет. Ни улыбок никаких, ничего. Вот она только боится и радуется, и все в жизни. У них больше ничего нет. Посмотрите в аквариум их глаза, увидите страх. Или счастье. Все, больше никаких эмоций. Дальше идет ящерица. У нее есть любопытство уже. Она проявляет сильную активность. Вот, то есть она уже такая, как бы, она уже изучает все. У нее гнев появляется, у рыбы нет гнева. Просто страх и наслаждение. А у ящерицы уже она. У нее тут все раскрывается. То есть у нее появляются эмоции. Птичка, следующий более развитый этап, пробуждается живое существо в теле животного, пробуждается. Сон со сновидениями. И птичка уже чирик-чирик-чирик. Она в глазах тоже только страх птичку посмотреть. Но она счастье через звук уже начинает излучать. Она поет. И, допустим, птички, они могут интересуются всем, что связано с хорошим звуком. Я когда молитву читаю возле дома, птички садятся, слушать и подчирикивают. Они как бы, они это занимаются по своим темам. Но им нравится, что вот кто-то позитивный звук издает. Главное на них не смотреть, потому что они очень пугливые. Если ты на них смотришь, они сразу улетают. А если не смотреть, делать вид, как будто бы их нет. Тогда они сидят рядом и подчирикивают все время, пока ты молишься. Просто они боятся взгляда. Не надо смотреть на них. И все. Потому что они сильно пугливые очень. Потом дикие животные, такие как зайцы, посадите зайца рядом с кошкой. Не видели зайца с кошкой рядом? Зайца, он... Он как бы... У нее нет эмоций. А кошка, она... У нее более развитое сознание. То есть она... И может и улыбаться там, и даже может флиртовать там ходить. Ну то есть у нее более развитое сознание. Она общается там. Если ее не пускают куда-то, она царапается, говорит, в чем дело. А зайца, он просто сидит и жрет, и все. Не как бы он... Никуда не царапается, не общается. Он просто... Вот если вы зайца завели, он просто или жрет, или не жрет. Все. И он боится еще. Вот это он может делать. И он может наслаждаться, если вы ее гладите. Он такой сидит, прижух такой. Ну надо жрать обязательно. Даже в это время. Иначе никакого счастья. Ну то есть домашние животные перенимают сознание от людей, они более развитые. Есть дикие животные, которые могут быть более развиты. Это волки там всякие, допустим, кабаны. Но свиньи более развиты, чем кабаны. Почему? Потому что они общаются с человеком. И собаки более развиты, чем волки, потому что они общаются с человеком. Сознание передается от одного живого существа к другому. Поэтому и человек становится более развитым, если он общается с наставником. более развитым человеком. И так у животных постепенно пробуждается сознание, не просыпаются постепенно собаки, иногда пугаются своего отражения и гавкают на него, а потом понимают, что это я. Они со временем уже узнают себя в отражении. То есть идет развитие сознания. Но никакое животное невозможно сравнить с человеком, потому что у человека, то есть у животных сон со сновидениями, а у человека уже пробуждающее сознание. Это уже не сон. Понимаете, он уже пробуждается ото сна, но все равно желания те же самые. То есть человек мечтает, он думает, я хочу счастья, хочу, чтобы у меня было все хорошо, и вот так вот все как бы. Это сон. Вот эти мечты, которые человек испытывает, «Хочу такую жену, чтобы вот так ее трогать, кайф». Вот женщина тоже говорит, «Хочу, чтобы меня когда трогают, кайф был». Иначе с ним жизнь сидим. Кайф не делает мне. Ну то есть это мечты. Мечты, как у животных. Вот животные точно так же этого хотят. И человек пока еще вот в этих мечтах, он не понимает, что он человек. Он не понимает, что ему нужно научиться более высокой любви, видеть чистоту в другом человеке, а не просто наслаждение от него, мы пока этого еще не понимаем. И наша судьба заключается в том, чтобы это понять, научиться понимать. Потому что у нас пробуждающее сознание, а впереди еще три стадии. Вторая стадия называется пробудившееся сознание. Это когда человек начинает понимать, что были прошлые и будущие жизни, не овечный, пробудившееся сознание означает, надо жить по совести, нельзя бросать, надо изучать законы Бога и жить строго по ним. Надо иметь наставника. Я вам признаки пробудившегося сознания, перечисляю. Надо иметь наставника. Человек с пробудившимся сознанием понимает, что он не Бог, он грешник, и поэтому ему нужно иметь поддержки от старших, от природы, от людей. То есть он зависим от этого всего. А человек с пробуждающимся сознанием считает, что он сам все сможет. В этом разница. С пробудившимся сознанием он понимает свою зависимость от всего и пытается найти свое место в этом во всем. Он вырабатывает смирение в себе. А есть еще бодрое сознание. Если вы скажете слово «святой», это означает бодрое сознание. Святой человек, он просветлен, он все понимает полностью, что происходит в этом мире. У него нет никаких сомнений в этом вообще. Он четко и ясно понимает все, что происходит вокруг. Но мы не можем имитировать святость, понимаете? Святой человек выдает себя абсолютным смирением, абсолютной чистотой. Он никогда не совершает глубоких поступков, он не выходит из равновесия, он очень сострадателен и так далее, есть качество святой личности. Кто бы из себя чего не корчил, качество святой личности есть качество святой личности. Мы не можем их имитировать. И даже чтение лекций не означает святость. Это просто профессиональные способности, может, какие-то. Святость — это другое. Это очень высокий уровень сознания, недоступный для обычного человека. И люди такие уже рождаются с детства. Сергий Дорадонежский соблюдал посты во время того, как он сосал молоко у матери. Он в священные дни не сосал молоко, постился. Мы не можем имитировать этого. Это очень высокий уровень развития личности. Итак, мы все на разных ступенях развития. И, допустим, вы говорите человеку, «Как ты мог так поступить? У тебя совесть есть?» Знаете, что совесть появляется только в пробудившемся сознании. Все остальные люди, они вместе женятся, живут, у них цель есть — дом построить, детей вырастить, школу. Они любят свою родину, они считают себя верующими людьми. Видите, есть разница — верить и считать себя верующим. Но при этом они бросают своих близких людей, говоря, что «я наконец-то встретил настоящую свою любовь, и теперь с тобой я не буду жить, я буду жить с ней». Понимаете, вроде бы все было хорошо, нормально, но почему человек такой поступок жестокий сделал по отношению? Мы же и близкие люди для него, а никакой близости не было. Близкими могут быть люди только когда у них пробудившееся сознание. И дружба настоящая только между такими людьми бывает. Люди, которые просто живут ради семьи, квартиры, детей, у них нет пробудившееся сознание, и это значит, что совесть их иногда открывается, иногда закрывается. Не то, что ее нет, она есть. Но только она не всегда функционирует, потому что человек еще не развит. Для того, чтобы иметь устойчивость к личной жизни, надо сначала развиться, мои хорошие, а потом уже причитать, что же он меня бросил такой-сякой. Ну потому что вы так жили. Вы не жили для того, чтобы думать о Боге, молиться, а просто вот жили для детей, для своей семьи. А это как раз и означает то существование, которое не предусматривает совесть. Потому что совесть связана с Богом. Это энергия Бога, это представительство Бога. Если человек ничего о Боге не знает, он в совести не контактирует. Совесть транслируется через наставникам и через священное писание. Совесть транслируется через добрых людей. А вы, когда вас бросали, шли к добрым людям или к психологам, астрологам, понимаете, если человек не верит в добрых людей, что Бог через них скажет правду, значит, он не понимает, что такое совесть. Надо к добрым людям идти, которые вас по-настоящему любят, а не просто вам поддакивают. И этот добрый человек означает пробудившееся сознание, означает развитый человек, верующий человек, по-настоящему может добрым быть. Потому что иногда люди говорят такие вещи, которые не надо, говорит человек. Ты молодец, ты хороший, он козел, умотал, и слава Богу. Понимаете, это не доброта, это не развитость. Поэтому нужно развиваться, нужно пытаться постичь этот мир, эту жизнь. И вот в этом смысл наших бесед также. Но это не значит только наших бесед. Такие беседы проводятся в каждом храме, в каждом приходе и так далее. Столько глубины в этом во всем. И не обязательно в деталях знать эту тему судьбы. Каждый человек, который сильно верит в Бога, он интуитивно чувствует, что такое судьба. И он вам то же самое скажет, что вы страдаете за свои прошлые грехи. Понимаете, просто иногда это детально разбирается, иногда нет. А может быть и нет смысла в этом детальном разборе, потому что не надо в это тоже слишком сильно погружаться. Цель человеческой жизни обозначена, это Бог и служение Ему. А все остальное, кому-то нравится разбираться, разбирается. Кому-то не нравится, не тратит на это время. Не так, чтобы ты, допустим, изучил тему судьбы очень хорошо, значит ты стал святым. Нет. Познание нужно для тех, у кого беспокойный ум. Но если, допустим, вам человек скажет, не умствуй, просто думай о Боге, не думайте, что он глупый. Этот человек умнее, просто он знает, куда быстрее надо идти, на что не надо тратить лишнее время. И все. Поэтому в некоторых верах есть раскрытое, это развитое знание о том, как все устроено, а в других на это не обращают слишком много внимания. Потому что обращают внимание на главное больше, для того, чтобы человек не отвлекался, не распылялся. И поэтому не надо думать, что моя вера хуже, потому что здесь я ничего не узнаю. Вера предназначена как стрела, она летит вверх. Она не предназначена для того, чтобы все узнавать. Этот мир бесконечно многообразный и глубокий. Все не узнаешь. Но раз вы пришли, я вам рассказываю то, что я знаю. Об этом, обо всем. Итак, у судьбы есть прошлое. И это прошлое, оно всегда будет действовать на нас настоящим. И также есть то прошлое, которое еще не действует на настоящее. Оно предназначено для будущего. Поэтому мы не все знаем про себя. Многие вещи от нас скрыты. Мы не знаем, просто только небольшой пласт судьбы действует на нас сейчас. А еще много чего запланировано, что будет действовать. И только просветленные люди, они примерно представляют, что будет дальше. То есть они чувствуют, какие вехи судьбы им придется испытать. Не то, что каждый человек. Понимаете, с судьбой очень связано много людей, которые хотят вам помочь с вашей судьбой. Чаще всего они мешают. Чаще всего. Я сейчас расскажу как. Вот смотрите, допустим, видно ли в гороскопе человека судьба? Видно. Но гороскоп является всего лишь намеком на судьбу. Он не является самой судьбой. Это просто намек. Вот можете вы, допустим, реально по описанию признаков человека, допустим, рост 170, вес там такое-то, лицо такое-то, выбрать себе в жены девушку? Можете? Вот точно так же, как вы выбираете в жены себе по этим всем показателям, точно так же человек объясняет судьбу по этим показателям, которые нарисованы в гороскопе. Это очень сложно, понимаете? Но раньше в древней культуре люди могли видеть человека, его судьбу и просто подтверждали этим гороскопом то, что они видели. А сейчас люди перестали видеть, и они просто валят, лепят то, что они увидели в гороскопе. Есть еще одна проблема с этим. Она заключается в том, что в древней культуре к этому знанию допускали только нравственность сильных людей. Сначала человек должен усвоить очень сильно законы нравственности, и только потом он усваивает законы астрологии. Допустим, если человек не знает, что человеку нельзя говорить, что у него разрушится семья, то этот человек не может быть астрологом. Потому что если ты говоришь ему, что у тебя два брака, значит ты фактически обрекаешь его на разрушение семьи, и грех этот ляжет на твои плечи, в том числе. Представляете, как эти шизовики-затейники портят себе жизнь. То есть они толком не понимают, чем имеют дело, и людям такое лепит. У тебя дом сгорит, у тебя два брака, а тебе осеннее пальто можно не покупать. Замечательно. Судьба человека предназначена для победы над ней. Нет другой цели. Все вехи судьбы, которые мы имеем, это всего лишь препятствия, которые надо побеждать. Есть в судьбе, есть разные, конечно, препятствия, они могут сломать жизнь. Такое тоже может быть. Но человеку не надо говорить, что он обязательно проиграет в сражении. Иначе он точно проиграет. Допустим, предстоит в сражении, и человеку говорят, ты не волнуйся, ты там проиграешь. Это бред полный, понимаете? И это вызывает просто смех, потому что это даже как шутка не идет, понимаете? Но это смешно. Человек пришел сражаться, ему говорят, ну по судьбе ты проиграешь. А что же мне делать? Да ничего, сражайся и погибай. Замечательная помощь вообще, супер. Доктор, я буду вообще жить-то? Да я бы тебе не советовал. Замечательно очень. Хорошая помощь. Так, если вы пришли к человеку, который вам должен рассказать про судьбу, и он вас пугает, этот человек не квалифицирован, потому что он не понимает, как действует судьба. Судьба это всего лишь то, что делает нас крепкими и развивает. Все, больше нет у ней никакой причины. Все препятствия, которые возникают для того, чтобы мы развивались. И человеку дается ноша, которую он может вынести всегда. За исключением тех случаев, когда его ноша должна оборвать его судьбу, потому что он не может это вынести. И есть две опции. Или первая опция, он очень сильно начинает верить в Бога, и Бог по своей милости продлевает ему жизнь. И вторая опция, Бог обязательно ему даст знание о том, что у него здесь все заканчивается. И успокоит его в этом вопросе. Другими словами, нет никакой несправедливости в этом мире. Иногда мы справляемся с своей судьбой, иногда не справляемся, значит будем справляться в следующей жизни. С точки зрения нашей жизни психическое тело не умирает. Оно живет всегда, пока мы живем в этом мире. Оно не умирает. Оно с этой точки зрения как вечное. Но в нем постоянно меняется и копится судьба, в зависимости от наших желаний и поступков. Постоянно меняется и копится. Если бы вы научились помнить себя в прошлом, у вас бы не было сомнений. Но человек не помнит себя в прошлом, потому что слишком знакомо все, понимаете? Я разок. Во снах мы видим свои прошлые жизни часто, но не понимаем это. Часто мы видим свои прошлые жизни, потому что мы это связываем с этой жизнью часто. Человеку очень трудно ориентироваться в своей памяти. Люди говорят, память это иллюзия. Память это не иллюзия. Это контакт с какой-то частью нашей реальности. Но так как мы нашу реальность не осознаем совсем, поэтому для нас это иллюзия. Память всегда контактирует с реальностью, она никогда не контактирует с чем-то другим. Память связана с судьбой. Когда человек вспоминает свою жизнь, в это время из судьбы идет звук. Этот звук мы не слышим. Звук судьбы мы не слышим, потому что он сразу вызывает воспоминания о себе. И так судьба звучит в сердце человека. Больше того, она не только в нашем сердце звучит, она также звучит в сердцах наших близких, а также начальника завода, моя судьба, понимаете, то есть моего начальника имеется в виду. То есть моя судьба очень сильно связывает меня со всем, что связано со мной. И в зависимости от того, что мне положено, непреклонно идет влияние на всех этих людей, которые со мной связаны. Непреклонное влияние, понимаете? Непреклонное влияние. Не то, что у него есть опция. У него есть опция, если это духовно развитый человек, он может подарить тебе милость свою. И не сделать так, как судьба его заставляет. Вот, допустим, вот здесь кто-то, женщина какая-то со мной разговаривает. Вы, да? Вот кто из вас здесь на первом ряду со мной разговаривает? А вот вы, да, на втором. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.